всем привет друзья с вами хелен ши и сегодня будет видео необычно необычно тем что обычно необычная тема обычная это тавтология в целом обычно блогеры всегда рассказывают о хорошем опыте рассказывает о том как все замечательно как все хорошо как все гладко это здорово это мотивирует поэтому перед тем как начать поставьте мне лайк этому видео это очень такое эмоционально для меня видео и не все готовы рассказывать о своих каких-то провалах да поэтому ставьте лайки подписывайтесь на мой канал обязательно поддержите это видео не тем комментарием который мне только что написала девушка о том что так тебе и надо сама виноват спасибо что она удалила его потому что видно поняла что что-то не то написала в общем рассказываю вам не буду томить что произошло все знаем что продажи картин это всегда куча документов до эмоционально это всегда затраты на упаковку и так далее и в основном мы всегда говорим как все гладенько прошло посмотрите все доставлено все отлично этим видео я хочу вам рассказать что про бывает происходит такие форс-мажоры случаи о которых наверное никто не говорит старается не рассказывать но они происходят нашей жизни и я хочу этим видео поддержать вас всех художников и начинающих профессиональных и рассказать что же делать в экстренных ситуациях если вашу картину не выпускают из страны по какой причине я сейчас вам все расскажу и расскажу что в этом случае надо делать итак моя картина 4 июля отправилась с дейчель на в аэропорт на таможню сначала и в аэропорт все документы у меня были собраны потому что я не первый раз это делаю все проверено дичей сказал все отлично все хорошо 10 июля моя картина должна была отправиться в бостон пришло 10 число я смотрю по треки ту отслеживание картины и понимаю что моя картина висит до сих пор в аэропорту анкона у нее написан статус что не хватает дополнительных документов выдыхаем вот прям выдыхаем первое что вы должны сделать это успокоиться выдохнуть то вы должны в первую очередь делать первую очередь вы должны связаться с дейчель и узнать каких документов не хватает все должно быть спокойно без паники вы должны это делать вы звоните в дейчель и уточняйте каких документов нет либо вам сам дейчель позвонит и скажет пришлите нам документы которые не хватает мы позвонили в дейчель они нам прислали на почту документ который надо было сделать и сообщили о том что на правке о культурной ценности не хватает печати я была удивлена потому что полгода назад когда я продавала картину мне делал этот же эксперт эту же справку и она была идентична одинаковая там не было печати на там была его подпись все это было электронно и я им объясняю что вот посмотрите до этого справка она точно такая же это точно такой же человек он же самый он один единственный здесь он это сделал почему вы сейчас не принимаете оказывается что так как красные зоны закончились в италии что такое красная зона это когда нельзя было выезжать за пределы региона какого-либо да то есть находиться надо было только в своей коммуне так как сейчас открыли границы сейчас вы можете перемещаться по италии соответственно вы должны эту справку сделать самостоятельно приехав к этому эксперт на минуточку этот эксперт у нас проживает работает в городе анкона которая находится в 150 километров от моего дома мы звоним этому специалисту по культурной ценности и говорим вы знаете вы же нам уже делали такую справку теперь просят еще печать пожалуйста поставьте печать вышлите нам по фотографию и все будет отлично нет вы должны приехать лично мы объясняем мы не можем у нас двое детей у нас такая ну нам ехать очень далеко и потом представляете какая интересная штука 10 июня они не выпустили мою картину я не помню какой-то день и по-моему это среда была или ну в общем какой-то день в который не работает этот эксперт эксперт работать всего один день неделю во вторник с девяти до двенадцати представляете один день в неделю работает эксперт и он не может это сделать через интернет надо ехать к нему когда нам сообщили что нужно эту сделать справку физически то есть приехать мы поехали мы приняли решение поехать конечно сделать то что картина должна отправиться все таки там ждет клиент и выясняется что нам неделю придется ждать пока этот эксперт выйдет на работу вчера и во вторник 17 августа мы всей семьей проснулись пять утра и отправились в анкон у нас 7 утра и мы едем в город анкона до который находится 150 километров от нас в общем мне надо сделать справку культурной ценности у специалистов чтобы 9 утра к открытию попасть к нему и чтобы он поставил свою печать он все это сделал в этом видео я вам покажу в общем мы дошли до этого министра да и министра в общем маску до одеваю процедура стандартно он взял мои документы карты дидон тита ну типа паспорта да и этот же сертификат который мы распечатали он его подписал дал мне мы его тут же сфотографировали и отправили де и чели спустя десять минут изменилась уже изменился статус моей картины картина теперь у меня уже находится в сортировочном центре в отправительном до в ожидании самолета который полетит в америку бостон надеюсь что это произойдет сегодня она опять же буду вас держать в курсе что нам посоветовал этот эксперт так как даже в городе пескары нашим крупном городе нету такого эксперта он нам посоветовал когда нам надо сделать эту справку чтобы мы сами не ехали а отправляли этот физический документ этот конечно это очень странно честно я вам еще раз говорю это очень странно потому что он говорит следующий раз отправляйте курьером этот пакет то есть там одну бумажечку которую я распечатываю заполненную от руки отправляете мне я ее подписываю ставлю печать делаю вам фото и отправляю вам фото и вы это фото распечатываете уже прилагаете картине опять же это абсурдно потому что можно то же самое сделать мне то есть я распечатываю заполняю делаю фотографию отправляем у он эту фотографию распечатывает ставит печать на распечатанном документе подписывает фотографирует отправляет мне ну опять же мы не можем как-то с этим бороться потому что ну такие правила да в пандемию можно было так сейчас нет все таки это их работа да вот это видео я записываю только для там не для того чтобы вы не писали там какие-то сарказмы говорили так тебе надо и так далее я хочу показать на своем личном опыте что происходят такие вещи не запланированные и вы всегда должны собраться и решить эту проблему если вам надо ехать за 150 километров найдите способ по эти если у меня были друзья в анконе я бы попросила их скорее всего они бы просто пришли туда им бы спокойно зелье потому что документы ничего не проверяют просто ты прикладываешь там документ фотографию всегда все решаемо это раз во вторых надо отбросить панику это два и в третьих всегда видите коммуникации общение с доставкой с галереи раз объясняйте проблему выясняете как ее можно решить и все у вас получится никогда не паникуйте потому что у паника это всегда тормоз это всегда тормозит вот эти всеми делами и вы должны понимать что все в этом мире решаем и я счастлива что у меня произошел такой опыт потому что я во первых могу понять как действовать дальше я должна уже я уже буду знать как себя предостеречь да вот такие вот ситуации более того я могу поделиться с вами и рассказать что если у вас произойдет такой случай вы не должны бояться искать помощь звонить находить и выяснять потому что все могут объяснить проблему и мы можем ее решить ну вот пока такие новости на сегодня и буду держать вас в курсе держим пальчики за меня и я надеюсь что следующий раз будет попроще все ты все решим сразу сделаем правильную справку для тех кто проживает в италии знаете что может произойти такая ситуация для тех кто проживает в россии и других странах где требуется справка то будьте бдительные знаете что обязательно справки должна быть печать и подпись эксперта тогда проблему таможни не будет и все будет замечательно а я надеюсь что в скором будущем а картина уже попадет коллекционеру и будет радовать его прекрасный дом ну а я с вами прощаюсь ненадолго потому что в следующих видео я расскажу как все про прошло и хорошего вам дня пока пока